Сквер ветеранов на 116-м километре ремонтировали в 2018 году. Здесь установили детскую площадку, проложили тропинки для пешеходов. Одну из зон сквера раньше занимал киоск, который был демонтирован. О том, что можно установить на этом месте, глава Самары Елена Лапушкина во время своего объезда говорила с главой района. Местный совет ветеранов внутренних войск предлагает установить мемориал. Здесь есть инициатива. Люди сейчас подают через комиссию построить памятник внутренним войскам. Мы уже выезжали на место, просто когда смотрели, максимально его интегрируем. Но пока установка мемориала лишь идея, а вот проект ремонта дороги в соседнем дворе уже разрабатывается. Обновленное полотно соединит несколько домов и школу с Пугачевским трактом, обеспечив комфортное движение для местных жителей. В следующем году работы будут выполнены по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Его на следующий год включаем в программу комфортная городская среда по ремонту внутриквартального проезда. Планируем как раз от края 27-го дойти до края 25-го. На всю ширину сразу едино сделать проезд. По этой программе в 2020 году благоустроили сквер Речников. Это место стало одним из самых любимых у жителей Кубышевского района. На детских площадках много детей, в спортивном уголке занимаются подростки. В тени деревьев у фонтана отдыхают взрослые. Глава Самары обратила внимание на повреждения антитравматического покрытия. Работу по восстановлению подрядчик выполнит в рамках исполнения гарантийных обязательств. Конечно, сквер Речников очень отличается от других территорий, которые мы видели в Кубышевском районе. Во-первых, это автополив, поэтому трава зеленая и деревни такие поврежденные. Конечно, есть замечания. Не везде устояло резиновое покрытие, но в рамках гарантийного ремонта оно будет восстановлено. А так, в целом, конечно, у сквер Речников замечательное место. Еще одна территория, которая ранее была благоустроена – Ерикпарк в микрорайоне Волгарь. В этом году на рейтинговом голосовании пространство заняло третье место, и преображение территории будет продолжено. Где будет располагаться вторая очередь парка, еще предстоит обсудить с местными жителями. А сегодня Елена Лапушкина проверила состояние малых архитектурных форм в парке и пообщалась с горожанами, которые здесь прогуливались, в том числе и с детьми. Ерикпарк в этом году на рейтинге голосования занял почетное третье место, и, безусловно, логично продолжить развитие этой территории, благоустройство этой территории. Она действительно назрела, и она будет востребована, я это прекрасно понимаю. И вопрос о благоустройстве будет в том числе зависеть от объема финансирования, которое мы будем затрачивать в следующем году. Также глава Самары осмотрела парк и сквер нефтяников на улице Зеленой. Здесь Елена Лапушкина поручила провести санитарную опиловку деревьев и произвести покос травы. До конца августа глава города проверит общественные пространства во всех девяти внутригородских районах Самары. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.